Юные исследователи со всей Чувашей собрались во второй Чебоксарской школе. Там прошел региональный конкурс исследовательских работ и творческих проектов. Я исследователь. Что интересует современных школьников, какие они ставят опыты и каким результатом приходят? Узнаем из сюжета Марии Шоклевой. Говорит, показывает Москва. Кайдл, кай, говори, говори. Вот в такой непринужденной форме проходит собеседование жюри с участниками конференции. А их 165 человек. Работа каждого уникальна и удивительна. Лена Соблина вместе с мамой и папой уже восьмой месяц ест на завтрак пророщенные семена. И с удовольствием рассказывает о том, как изменилось самочувствие всех членов семьи. Мы чувствуем себя отлично, настроение хорошее. У мамы улучшилось состояние кожи. У папы нормализовалось артериальное давление. У меня энергия повысилась, потому что у меня очень много тренировок, занятий в музыкальной школе. Когда я не употребляла эти семена, я чувствовала себя не так хорошо, как сейчас. Они очень вкусные. Мы с мамой придумали бутерброд, салат и пирожки из пророщенных семян. Оценивают работы младших школьников преподаватели ведущих вузов республики. Лучших исследователей после первого тура собеседования допускают к защите докладов. Поэтому ребята очень стараются привлечь внимание экспертов, удивить опытами и даже внешним видом. А мне парик, потому что моя тема связана с волосным гигрометром. Волосный гигрометр – это прибор, который измеряет, сколько влаги содержится в воздухе. Я взял волос из своих одноклассниц, натянул его на раму. В зависимости от ложности воздуха волос меняет свою длину и показывает, сколько влаги содержится в воздухе. А вот Леша Шумов сделал своими руками макет, который наглядно демонстрирует работу солнечной батареи. Саму батарею Леша помог раздобыть учитель физики. А вместо солнца юный исследователь решил использовать лампочку. Прибор, работающий на солнечной батарее, зависит от солнечного света. Вот, например, если закрыть этот солнечный свет, видите, не ярко горит. А если открыть, намного ярче горит. Диплом победителя Республиканской научной конференции может стать украшением школьного портфолио и сыграть решающую роль в присуждении особых стипендий. Но намного важнее привлечь учеников к исследовательской деятельности. Мы учим детей повторять за кем-то что-то. А исследование учит получать собственную информацию, используя свое восприятие. И это чрезвычайно важно. Потому что основная задача сейчас – научить учиться. А научить учиться можно лишь только используя исследовательские технологии мышления.